Дорогие, мы выходим как раз первый раз в этом году в эфир и выходим как раз после праздников рождественских. И я хотел бы, так как мы не имели времени, не имели возможности выйти в эфир во время праздников рождественских, потому что эфир был загружен по причинам, ну, они нам, конечно, не подвластны, мы не могли это сделать, поэтому я хотел бы начать это с рождественской темы и хотел бы сегодня взглянуть на рождение Иисуса Христа, нашего Спасителя, Мессии, всего мира со стороны еврейского народа. И я хочу прочитать первое место всем нам знакомые, Луки 1, 1, 31-33. Ангел благовествует Деве Марии о том, что она родит сына. Вот, начнешь во чреве, родишь сына и нарочешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего и даст ему Господь Бог престол Давида отца его и будет царствовать над домом Якова во веки, и царству его не будет конца. Очень интересная концепция, которую сказал ангел. Он абсолютно не сказал ничего о том, что Иисус Христос будет Спасителем для всех народов. Он просто сказал окончательную цель Иисуса Христа. Он будет велик и нарочется сыном Всевышнего и даст ему Господь Бог престол Давида отца его и будет царствовать над домом Якова во веки, и царству его не будет конца. Другой пророк векхозаветний Исайя, он как бы повторяя это, ну, расширяя немножко и дая время эры благодати, в которой мы живем. И он сказал так, в Исаии 49, 5-6. «И ныне говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Якова, чтобы Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя». И он сказал, «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления коленов Яковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Единственный пророк, который говорит немножко за эру благодати, как бы сквозь, как бы не видя это, это было скрыто от пророков, это было скрыто от учеников. Это была, эта тайна, которая открылась в Иисусе Христе, она была сокрыта до определенного времени, когда Христос не воскрес из мертвых. Вы помните, когда ученики ходили с Иисусом Христом, то они спрашивали Иисуса Христа, «Не в это же время, Иисус, ты восстанавливаешь царство Израиля». Они были уверены, что Иисус Христос пришел сесть на троне Давида и возвратить остаток Израиля и восстановить 12 колен Яковлевых. Они были уверены в этом. Почему? Потому что старозаветные пророки умалчивали об этом. И как бы открывая еще завесу, Симеон, уже новозаветний пророк, он говорит так, «Ибо видели, очи мои, спасение твое» – это Луки 2, 29-32, «которое ты уготовил перед лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Как мы видим, что два пророка говорят о благодати, и Симеон, он говорит, «свет к просвещению язычников», и так же само Исаия говорит, чтобы спасение мое распространялось до концов земли. Это как бы приоткрывает эту эру благодати. Но она такая маленькая, она только вместилась в одно предложение – «свет к просвещению язычников». И это предложение, оно растянулось до 2000 лет. Господь просвещал народ языческий 2000 лет. Просвещение этому приходит конец. То есть, приходит конец эры язычников. И мы видим, что окончательная миссия Иисуса Христа – это восстановить царство Израиля, сесть на престоле Давидовом и царствовать, и царству его не будет конца. Так сказал ангел Деви Марии, так сказал Симеон. «Свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Это окончательная миссия Иисуса Христа на этой земле. И так же само Исайя говорит, «Ты будешь рабом моим для восстановления колен якорлевых и для возвращения остатков Израиля». Мы живем как раз в то время, когда заканчиваются времена язычников. Почему мы знаем, что заканчиваются времена язычников? Потому что признаки, которые Господь нам дал в Слове Божьем, они указывают на то, что мы как раз приблизились к тому времени, когда будут закрыты двери спасения для язычников. Иисус Христос говорит, «И будет проповедана сия Евангелие во всему свету, во всему свету, во всему свету всем народам, и тогда придет конец». Конец эры язычников придет, и тогда придет конец. Мы знаем, что сегодня Евангелие практически проповедано по всему миру, во всех народах. Мы сегодня видим интернет, мы сегодня видим радиопередачи, радиостанции, которые вещают на местном уровне и на международном уровне, на длинных, на коротких волнах и на средних волнах, на всех абсолютно. Мы сегодня видим телевидение, которое наполнено христианскими передачами. Мы сегодня видим миссию «Гедеон». Мы огромное число миссий, которые ездят везде, даже здесь в Сакраменто у нас. Мы видим, что наши церкви исполняют эту миссию Иисуса Христа, едут везде – в Африку, в Азию, в Китай. Мы видим, что приблизилось это время, когда все народы услышат об имени Иисуса Христа. Они все будут подвечены, они не все спасутся, но все услышат об имени Иисуса Христа. И также второе условие, когда будут кончаться времена язычников, это «и будет, попираем, Иерусалим, доколе не окончатся времена язычников». И сегодня уже окончились времена язычников. Почему? Потому что Иерусалим стал неделимой столицей нового государства Израиль. Остатка Израиля. И для этого остатка у Бога особый план. Сказано, что эта тайна была нам открыта только двумя строчками в Старом Завете относительно времени и благодати, относительно тайны церкви. Она была сокрыта. Так и сегодня нам сокрыта тайна Израиля. Мы не можем проникнуть в эту тайну, что Господь будет делать с народом своим, как Он будет царствовать на этой земле. Это нас сокрыто. Мы можем только немножко, немножко узнать из Священного Писания, что же будет это за время. Это будет время абсолютного мира. Написано, что перегают мечи на орала. Так говорит Верхний Заветний Пророк. В другом месте, например, в Захарии написано 8 глава, 22 стих, «И будут приходить ко мне многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа». Так говорит Господь. Будет в те дни, возьмутся 10 человек из разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить, «Мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог». Бог будет проявлять себя через этот народ. Бог будет проявлять себя через страну. Израиль. Почему? Потому что написано, что к тебе стекутся богатства всем народам. И написано, и недра морские отдадут богатство тебе. Мы знаем, что это будет благословенное время. Мы знаем, что все племена земли будут проходить на поклонение в Иерусалим. И те народы, которые не придут, они будут иметь наказание от Бога. Это то, что нам открывает Библия. Но это только маленькая тайна и маленькое такое видение этого будущего золотого века. Почему? Остальное сокрыто от нас. Так как была сокрыта эра благодати от первой церкви, которая жила в то время, а они уже ожидали Иисуса Христа в то время, что Он придет, они не знали, что так Господь распространит свои пределы, что так христианство будет влиять на всю историю человечества, что это продлилось две тысячи лет. Так же самое мы не знаем, как это будет тысячу лет. Но знаем, что это будет Новый Израиль. Мы знаем, что это будет восстановленный Израиль. Мы знаем, что Израиль будет восстановлен как государство территориально. И мы знаем, что Христос сядет на престоле Давидовом, и уже сядет на готовое царство, которое будет от Нила до Ефрата. И эта территория должна быть приготовлена перед Мессией. Я сегодня хочу просто поговорить немножко о том, какие события происходят сейчас на Святой Земле, в том месте, где родился Иисус. Между прочим, Вифлеем, он находится под палестинским владением, Вифлеем и Назарет город, и сегодня Израиль заставляют отдать свои территории в обмен на мир. Сегодня идет огромное давление на правительство Израиля, давление политическое, давление экономическое, давление военное, как с какой стороны разрываются военные договоры по поставке оружия Израилю. Даже это идет ход для того, чтобы заставить Израиль отдать свои территории в обмен за мир. С кем мир? С палестинцами. Люди этого мира думают, что отдавая землю, Израиль Назар получит мир. Но мир, он не может быть достигнут в обмен на территории. Мир должен быть внутри. Я просто хочу рассказать вам сегодня о том, что учат палестинских школьников и молодежь. Они учат ненавидеть Израиль. Во-первых, что в учебниках, пособиях говорится о евреях, как о полулюдях. Людях, смешанных с обезьяней и свиной кровью. Вы понимаете, для мусульманина и свиня, и обезьяна являются нечистыми животными. Так же, как и для израильтянина. И для того, чтобы унизить израильский народ. Это, я не знаю, как сатана уже измывается для того, чтобы унизить. Мы знаем цену Израиля. Мы знаем цену израильского народа. Мы знаем, сколько Израиль внес в историю человечества доброго, в культуру, в развитие культуры, в развитие политической ситуации. Мы знаем, с другой стороны, они говорят, что учат детей, что это не полулюди. Они сегодня учат ненавидеть Израиль. Недавно вышла такая заметка для молодежи, что через 8 лет по пророчествам каким-то Израиля не будет. И палестинцы завлядеют всей землей, и Иерусалимом, и храмовой горой, и мечетью Амара, и будет мусульманство в религии всего мира. Дорогие, Бог восстанавливает Израиля не для того, чтобы там была мусульманская святыня. Бог восстанавливает Израиля для того, чтобы это была неделимая столица Израиля. И не Иерусалим, не земли, не будут отданы. Скажу вам почему. Потому что это даже земли не Израиля. Хотя Бог дал эти земли Израилю. Я хочу прочитать месше Священного Писания, которое написано в Бытие, 13 глава, 15 стих. «Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». Как завет был заключен навеки, так и земля была дана Богом Израилю навеки. В тот день заключил Господь завет Саврамов, сказав, «Потомству твоему я даю сию землю от реки Египетской до великой реки Ефрат». Господь дал эту землю Израилю. И было время, когда Израиль владел этой землей. Это во время Соломона от Египта до Ефрата, во время царя Давида. И когда ученики спрашивали Иисуса Христа, «Не в это же самое время ты восстанавливаешь Израиля», они именно думали за тот Израиль во времена царя Давида, который должен восстановить Мессия Израиля. И мы сегодня видим восстановление земли Израиля. Я просто хочу вам сказать факты, по которым вы увидите, что сегодня время, когда Бог восстанавливает Израиля. В 1948 году было провозначено государство Израиль. И через один день была война с арабами. Израилю выделили всего 8 тысяч квадратных километров. Это ничего. И на второй день война. И после войны Израиль расширил свою территорию до 21 тысяч квадратных километров. Потом был кризис 1967 года, и опять война. Израиль расширил свою территорию до 67 тысяч квадратных километров. Потом был 1973 год. После этой войны 1973 года Израиль расширил свою территорию до 80 тысяч квадратных километров. Это непризнанная территория 80 тысяч. В правочниках вы найдете другую цифру, потому что международное сообщество признает Израиль только до 67 года границ. Поэтому там другие цифры. Но сегодняшний Израиль сегодня с оккупированными территориями до 80 тысяч квадратных километров. Мы видим, как расширяются границы Израиля. Мы видим, что для того, чтобы израильское государство дошло до реки Ефрат, нужна все-таки территория Сирии какой-то образом. И мы видим сегодня в Сирии, что происходит, где идет братоубийственная война, где три силы воюют один против другого. И мы видим пророчества, которые произрек Исаия в 17 главе, что Дамаск исключается из числа городов и будет грудой развалин. Сегодня мы видим репортажи с пригородов Дамаска, и мы видим руины, руины, руины. Мы видим руины, мы видим, что распадается Сирия на отдельное государство. И может быть такое буквально в ближайшем будущем, что она будет разделена на несколько государств Сирия. И если это будет угрожать Израилю, Израиль может легко занять эти территории и добраться до реки Ефрат. Это сегодня уже встает реальностью, потому что израильская армия, она самая сильная на Ближнем Востоке. Она сегодня готова к отражению любой атаки. Она сегодня готова расширить территорию Израиля, если будет еще одна война. Дорогие, мы стоим, когда Бог восстанавливает Израиля. Мы видим, что для начала нужна территория, и мы видим, как эта территория сегодня возвращается назад Израилю. Но находятся такие люди, которые хотят заставить Израиля отдать свою территорию. Но самое главное, что Израиль не владеет этой землей. Хоть она дана Богом Израилю, но владельцем этой земли является сам Господь. Я хочу, чтобы мы прочитали Слово Божие, которое написано в Левитам 25 глава, 23 стих. Это закон о распределении земли, о купле и продаже земли. Это рылый стоит по-нашему. И здесь Господь прямо сказал, землю нельзя продавать навсегда. Здесь, в Америке, мы покупаем землю практически навсегда. И в других странах тоже. Я читаю дальше. Землю нельзя продавать навсегда, потому что земля моя. А вы у меня чужеземцы и поселенцы. Господь сказал, что вы не владеете этой землей. Это моя земля. Я распоряжаюсь на ней. И я отдаю тому, кому я хочу. И как бы подтверждение тому, что это является Божьей землей и израильской землей, я хочу прочитать пророчество языки Еля, записанное в 38 главе, 16 стихом. Я читаю это дословно. «И подымешься на народ мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю. И это будет в последние дни. И я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою перед глазами их». Еще раз прочитаю. «Я приведу тебя на землю мою». Бог является хозяином этой земли. И Он в своем праве, как хозяина, Он отдает эту землю Израилю. И никто не имеет права забирать Его, давить на Израиль. Почему? Потому что они будут иметь дело с Господом Богом. И когда будет это время, Бог будет судиться со всей землей. Бог будет судиться за грехи народа Его, за отступления, которые они принимают сегодня. И Бог будет также судиться за то, что они притесняли народ Его. Это было с египтянами, это было с испанцами, это было с немцами, это было с Советским Союзом. И это будет с Европой и Америкой, если они не остановятся сегодня, притеснять народ Его и забирать землю, которая принадлежит Богу. Вы знаете, еще одна миссия Иисуса Христа, прихода на эту землю, это есть суд над народами. То есть Господь Иисус Христос, когда открывал Себя израильскому народу, Он взял книгу Исаии, вы помните, и прочитал ее. Это 61 глава Исаии. «Дух Господа Бога на мне, и Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темниц, проповедовать лета Господне благоприятное, и день мщения Господа нашего утешить всех сетующих». Смотрите, Господь закрыл книгу «Проповедовать лето Господне благоприятное» и закрыл эту книгу, и не дочитал. А дальше там написано «И день мщения Бога». Бог будет мстить. Исаия говорит, буду судиться с твоими притеснителями, буду судиться с теми, кто обижал тебя. И сегодня Европейский Союз и Америка берут на себя миссию обижать еврейское государство, унижать его, теснуть на него. Поэтому, дорогие, сегодня в такой тяжелый день я хочу, чтобы мы все-таки, как верующие люди и знающие Писание, поддержали Израиля в молитве. Для того, чтобы мы сегодня стали этими ходатаями на стенах Иерусалима. Мы, как сторожа, показываем вам, откуда опасность идет Израилю. А вы, дорогие, молитесь за этот народ, потому что земля, она принадлежит нашему Богу. И если она принадлежит нашему Богу, то наше сердце встает одно с Богом, и мы имеем те же чувствования, что и Господь. Поэтому мы будем умолять сегодня Господа за то, чтобы Господь защитился за народ свой, за то, чтобы Господь вступился за Иерусалим, чтобы Иерусалим не был разделен, чтобы ни пять земли не было отдана за мир, потому что истинный мир придет только, когда придет царь мира. Спасибо, дорогие. И я думаю, что сегодня мы будем много молиться, и поддержите нас, пожалуйста, в этих молитвах. Молитесь за Израиль, молитесь за народ Божий, молитесь за окончательную миссию Иисуса Христа, который пришел восстановить Царство Израиля и сесть на престоле Давидовом. Аминь. Спасибо. Спасибо.